Девочка-пай 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 Такой интересный ресторанчик двухэтажный, очень интересное решение по дегустационной комиссии, не общая комиссия, а каждый сидит за своим столиком и независимо оценивает, не подглядывая никому. Поэтому чисто свои, чисто свои ощущения. Сегодня первый день, дегустаторов мало, но завтра будет еще больше. Раннее утро, тепло, начинаем дегустацию. Вот такая работа. Что же делать? Будем работать. Девочка-пай Хмельной кубок. Алексей, расскажи, пожалуйста, что за фестиваль, конкурс, я знаю, первый. Планируем, что фестиваль будет ежегодный. Более того, я все-таки за последние полгода уже, наверное, принял решение, что фестиваль будет, что конкурс будет в Харькове. Тоже был соблазн. Тоже был соблазн. Я живу в Киеве несколько лет и, в принципе, мне сейчас и Киев тоже нужно просто сделать, найти локацию, найти помощь и так далее. Но Харьков, родной город, мне тут стены помогают. И поэтому, я надеюсь, что Харьков будет в ближайшие несколько лет точно главной локации этого конкурса. Супер. Мы только за. Я тоже. И я еще, вот, интересное решение услышал насчет Юли, насчет наград. Насчет наград. Ну, опять же, за несколько лет в Украине уже сформировалась, можно сказать, тусовка. Ну да. И в аваров, кто вокруг, так и насчет этого бизнеса крутится. И, опять же, мы, украинцы, уже научились помогать друг другу за последние годы. Мы это умеем делать, мы это делаем. И вот, когда случился несчастный случай на производстве у одного из наших коллег, я все-таки часть бюджетов, которые были направлены на какие-то закупки в рамках конкурса, решил направить на лечение нашего коллеги. Ну, потому что так правильно, я считаю, что без делушки мы можем обойтись. А помочь человеку уже помогли. Но, опять же, когда сейчас идет период реабилитации, это тоже не будет лишним. И я думаю, что как раз это, ну, двумя руками за, очень поддерживаю. Немножко предыстории. Просто наша коллега, пивовар Юля, получила травму на производстве. Сейчас реабилитация идет, операция у нее была. Вот Алексей решил, что вместо вот этих вот рамочек, призов, все эти... Будут, но вот рамочки, скажем, я решил делать без рамочек, потому что это тоже потянуло определенную сумму. Конечно, лучше сумму перевести Юля на более успешную реабилитацию. Ну, честь и хвала. Спасибо. Опять же, это же не мои деньги, это каждый из вас сбросился. Я просто распорядился вашими деньгами таким образом. Да. Я взял на себя такой смелый... Все очень правильно и достойно уважения. Спасибо. Трюфельный, трюфельный, трепельный. Трюфельный трепельный. Я тебя предупреждал, предупредил. Я смс-ку написал, их вообще ничего. Я написал. Уже хочется попробовать, а то я Дима там уже фотографию выставил, да? На Киевском фестивале дегустирую, раздавали. Как ощущения от трюфеля? Ну, слушай, все хорошо, он только, конечно, там перенасыщенный, он говорит вкус, мы передобавили добавок. Трюфелем отдает? Я нет. В нашем понимании обычном, какой должен быть трюфельный, по-моему, в мой взгляд, виски трансформировалась. Знаешь, какой-то торф, карферный виски смешанный с трюфелем, какой-то такой свой, да, смак, да? Ну, у меня сырные тональности там были, которые трюфель должен был передать, в принципе, но, чтобы сказать, что ярко выраженное нет, конечно. Попробуем. Игорь, вышли от новой почты. Да. Обязательно, обязательно осветим это событие. Ну, тем более, очень много времени прошло с момента. Да, сколько там в аркете? Больше года. Больше года. С момента выдержки в аркете. То есть сварили, ну, я напомню, там покажу, как мы варили коллаборацию с виски, с трюфелем. Выдержка в бочке потом была, да? Там такой трипель получился. Всем трипелям трипель. Так что посмотрим, заценим, дадим свою оценку. Миша, привет. Привет. Михаил Пронин. Пест. 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 Брюрель. Брюрель. С чем приехал? Кисляк. Кислая будет у нас необычная саур-милшей-кепа. Саур-милшей-кепа. Ночи три стиля в одном. Да, абсолютно несовмещаемые совместили в одном. Невпихуемое. Да, невпихуемое. Будет стал с грибами. Ух ты, какие грибы. Белые и шампиньоны. Ах ты, а с мухоморами не делаешь? Нет, с мухоморами это грибы. Такое странное пиво. Такое будет викингово. Да, да, да. Будет у нас еще IPA с Синдухо Пазака. И четвертое, 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 не понял, что у нас там. Ну что-то тоже в IPA. Ну понятно, все такое, же скачет. А мы другого не делаем. Я понял. Что, Виктор? Завтра будет. Завтра будет, да? Да, уже завтра будет. Весь в пивоварне, да? Сегодня надо же кому-то по хозяйству там непоятеннее приехать. Рецепторы побаловать. А он уже завтра приедет. Ну понятно, но уже съел, пробовал. Да, да. Ну первая категория была Light Liger. Ну и как? Впечатления? Впечатления ровненько. Ну что-то, да, что-то неровненько. Ну есть, конечно, свои взлеты и падения. Ну в принципе, в принципе, в плюс-минус все ровненько. Ну да, явного трэша нет. Нет, нет, нет. Явного трэша нет, тем более 60 образцов. Вот они 40 там с гаком. Ну да. Было полгода назад, грубо говоря. Да, там все-все смешивается, конечно. Более-менее можно оценить. Я думаю, ладно. Ну и рецепторы еще не загружены. Как бы свежачок. Свежачок, да. Пока что свеженькая. Дальше посмотрим. Понятно. Ну ладно, удачи вашему пиву и вам тоже. Спасибо. Пожалуйста. Пойдем проверим дегустаторов. Все они там не совсем еще упились. Так, Богдан, привет. Добрейший. Мова, мова. Что вы нам скажете? Крюкля, который очень мне напоминает каря-кля. Крюкля. Шампунь, каря-кля. Я в аромате понюхал, думаю, ну может хмеля какие-то новые. Начал пить, а он во вкусе каря-кля. Я помню этот вкус с детства. И пена пошла. И пена пошла. Сказали, что что-то не так с целой бутылкой. Потому что я заподозрил, может быть, моющий бокал, а оказалось нет. Оказалось целая бутылка с таким ароматом. Интересно. Кто-то прислал бутылку крема. Это П.П. Лагер. Да, это П.Лагер. Так, Юра. Привет. Привет. Что скажешь? Главное пивовар рафет. Хозяин, можно сказать. Друг хозяин. Друг хозяин этого места. Что скажешь? Что скажу? В принципе, довольно-таки достойные зразки. Есть. В одном начале маргаринчика чуть-чуть. А, где-то дело? Ну, такой, да. Есть, да? Да. Богдан говорит, где-то там шампунь есть. Крек-крек. Леденцами какими-то. Ну, есть. Есть, да? Да, чуть-чуть ароматик. Мы сравниваем тут один зразок. Не буду текать пальцами. Ну, все равно непонятно. А мало ли, может, кто что знает. Может, специальный шампунь добавлял. Ну, так, в принципе, откровенно… Фигни нет. Что ты там смотришь? Прозрачность? Да, скажем так, ну, пока вот дошел до меня восьмой образец. Единственное, если так вот именно взять вот субъективно по вкусовщине, мне пока понравился только один. Здесь, как бы, ну, некоторое пиво, как бы, мне кажется, оно, ну, маленько испортилось в процессе перевозки. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, скажем так, ну, не дожило, скажем так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты здесь пив-бар. Да. Как ощущения от дегустации? Неплохо. Неплохо. Я понял, почему задержка была в середине, вот как раз в середине, как по мне. Нету высшего такого, да, идеала? Идеала нет, но на данном этапе… Ну, на твой вкус. На данном этапе у фаворит определился уже, последний образец, ну, а у идеала нет. Ну, трешак есть? Да, нет, есть, есть два образца такие, трешового, да, ну, абсолютно. Вообще пить нельзя. Пить можно, да, ну, попадание в стиль, там, и определение заявленной стилистики, ну, как по мне, то отсутствует. Ну, а вообще есть такого, что, ну, дрянь пить нельзя? Пока нет. Пока нет, да. Ну, прям, что отвратительно-отвратительно, ну, нет. Я понял. Мова. Да. Что, вдвоем с разных, один начинает, другой завершает. Как ощущения от дегустации? Смешанные. Смешанные? Да. Конкретнее? Ну, есть и хорошо, есть и не очень. Ну, опять, общие, что не очень? Не очень, но… Ну, что не понравилось? Бадан, говорит, там, кря-кря один налили, детский шампунь, кря-кря. Дефекты, да, вот в одном из образцов было, прям, вот, маргарин-маргарин. А, маргарин. Вот, Юра тоже, вот, совсем-совсем, прям, невозможно пить. Диацетила нахерячили, да? Да-да-да-да. Специально капхулу, да, дефектную налили. Забабахали. Встретили харьковчанина, Васла Харитонов. Харитонов. Да. Харитонов. Харитонов, да. Чё, Харитонов? А там, ну, ресторан вроде как бы назван по фамилии человека, который там держал первый Харьковский кинотеатр. Это ещё Харитонов с Ятью, да? Да, 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 на старославянском мотиве написано, да. И вот это был человек, который первый открыл первый Харьковский кинотеатр, там, с очень большими просмотрами, с очень дорогими билетами, ну, и вот как-то... Такой меценат, купец. Да, он был очень известным человеком, как бы, в этом городе, и всё-таки вот решили, чтобы не забывались известные имена. Ну, это ресторан-пивоварня. Да, ресторан со своей пивоварней. Но ещё не был, надо зайти к вам. Обязательно, тут недалеко. Просканировать, может, и зайдём. Мало ли, если недалеко, чё нет. Тем более, у нас на данный момент есть прекрасная летняя площадка на самой крыше с хорошим видом, со свежим воздухом. Вообще, можно уже Харьков поснимать и подегустировать пиво. Согласен, согласен. Подегустировать пиво. Там же лимита нету, как здесь, в употреблении. Unlimited. Unlimited. Я думаю, мы обязательно зайдём в Харитонов. Да, самое главное, помнить норму. Упал, хватит. Всех ждём в гости. Сумская 5, рядышком заходите, всегда рады, всегда открыты. Сумская центральная Харьковская улица. Тут одни рестораны практически. Сумская три пробка, Сумская пять Харитонов. То есть, можно такой Grand Beer Tour сделать с одного во второй, в третий, в четвёртый. Ну, а там и мы недалеко. В принципе, кому будет интересно, то есть, могу провести небольшую экскурсию по пивоварне, поскольку пивоварня находится прямо в ресторане, за открытым стеклом. То есть, всё видно. Если интересно, могу показать, где что, как варится, где что, как хранится. Если интересно, пишите. Мы обязательно придём к Вацлаву и сделаем подробнейший обзор о ресторане пивоварне. Ну, кому интересно, посмотреть, как это работает и как это функцифлирует. Грубо говоря, изнутри. Да. Пошли в пробку на дегустацию. Центральная улица Харькова, Сумская. Старые здания, красивые, в стиле Ампир. И вроде кажется, где здесь ресторан? А тут раз, и подворотня. А тут бабах. Грот. Проходим по гроту. Летняя площадка. Ну, а мы идём на дегустацию. Привет. Это самый народный дегустатор из всех народов. Из всех народов. И не просто пиво, а страшное слово. Дегустатор всего. Это что, дегустатор мёда? Понимаешь, самое вкусненькое, выбрал себе и дегусти. Ну да, у меня сладенькое, а ты с остальным разгребайся. Я смотрел, ты сейчас колесишь по всей стране. То есть, Львов, Киев, Полтава, Сума. Полтава, сейчас Харьков. То есть, живёшь на колёсах. Ну, полностью. Если так сказать, да, на колёсах. Пошёл сезон пивных фестивалей, и ты, короче, по всем этим поездкам дома не живёшь. Ну, слава богу, что я в семью отправил к бабушке, и поэтому месяц они будут кайфовать без меня, а я как бы буду кайфовать в дороге. И на самом деле, да, начался период фестиваля, начался период того, что люди наконец-то осознали, как бы я ж не только просто там о пиве рассказываю, я же обучаю персонал, там, обучаю людей правильно существовать пиво, еду, там, футбэринг-карты. Ну, короче, ты по ресторанам. Конечно, конечно. У меня очень большой, объёмный такой пласт работы, который там приедь продегустируй, там приедь расскажи, там приедь научи. И вот это получается, сейчас сезон, пока все заработали денег, все хотят их потратить выгодно, потратить его в свой персонал. Поэтому получается так. Понятно. Что посоветуешь в этом сезоне модного? Сварить именно? Ну, сварить мы сварим в сочетании. Сочетание вообще в этом сезоне моден мёд. Я для себя открыл, я для себя открыл, вот если вы будете пить пшеничное пиво, то всем не нравится, ну, многим не нравится. Нравится ароматика, нравится, что не нравится, послевкусие. В пшеничном пиве есть лёгкая кислинка, которая от тебя отталкивает. Если вы перед тем, как будете пить бокал пшеничного пива, съедите пол ложечки мёда. Какого? Да, любого, ну, мёда. Ну, то есть, тут как бы я не... Настоящего? Настоящего, конечно. Пол ложечки мёда и будете запивать это всё хорошим пшеничным пивом, вы просто офигеете от вкуса, потому что откроется вкус пшеницы, пиво станет немножечко слаще, аромат не насыщеннее. Я уже чувствую этот привкус и вкус. А вообще самая классная штука, которую я попробовал недавно в полевых условиях, это соты с перцем чили. Берёте соты медовые, посыпаете перцем чили, и то же самое пшеничкой закрываете. Ух, Андрей, ты извращенец. Либо с молочным стаутом, вот медовые соты с перцем чили и молочным стаутом. Просто, вот, честно, если попробуете, вы будете визжать от удовольствия. Поэтому это даже не представляет, что это такое. Хит сезона лично для меня открытия, это вот медовый мёд. Мёд с перцем. Да, в этом... Свит чили. Свит чили. В этом году вот я реально для себя открыл мёд на футпэринге, то есть вот как добавка, пиво, очень крутая штука. Да, надо сделать. Надо сделать какое-нибудь пиво с чили и с мёдом. Ну, можно... Ну, а чё, нет? Ну, возможно. Ты же пивовар. Ну, да. Я же такой дегустатор. Я пивовар. Я же дегустирую. Я же могу сказать, хорошо-плохо. Но, я всегда говорю, хорошо. Надо прислушиваться именно к дегустаторам и понимать. Вот Владимир, тоже из Днепра, очень много сочетаний интересных подкидывает. Вот у него... Он мясом занимается и... То есть тоже очень... Всем известный колбасный фабрикант. Колбасный фабрикант, да. Вот такие вот. Вова, привет. Вкус развит невероятно. То есть он пробует там одно, второе, третье, четвёртое и вот у него простреливает. А в пиве... В пиве вот это тоже должно быть идея. И вот, допустим, я приезжаю, когда помогают там футболин-карту составлять. То есть это... Там работаешь шеф-поваром. Иногда шеф-повар меня хочет зарезать, потому что он реально... Говоришь, это нельзя сочетать. Это нельзя сочетать. Я говорю, можно. Говорю, почему нельзя? А он говорит, потому что это по правилам. Я говорю, к чёрту... Вера вступник. Да, к чёрту правила. Говорю, начинается. Там у тебя куча специй, там разные закутят. Начинаешь, пробуешь пиво. Сначала пробуйте пиво, потому что она даёт вам понять вообще, о чём идёт речь. А потом начинается добавь вот это, вот это, я с этим закусить так, поживу так, поэтому ты, короче, начинается ужас. Всё полностью перепробуешь и выбираешь именно оптимальное. А потом бывает такое, знаете, когда самый приколный момент, когда наступает такой интерстеллар, я это называю, когда глубина вкуса, там больше минуты ты кайфуешь, ты стоишь такой, пьёшь, заедаешь, у тебя такой экстаз, да? И ты включаешь, у тебя мозг начнёт работать, ты такой думаешь, блин, блин, класс, класс, вот она, вот она. Как и один из моих гостей назвал органолептические ублюдки. Это те люди, у которых органолептика по-другому с этим работать, чем у нормальных людей. Как оргазм. Оргазм, да. Прикольно. Прикольно. Поэтому, как я всегда люблю говорить, если вы плотно увлеклись футплейингом, то футплейинг возбудит ваши сосочки, как бы это грязно не звучало. На языке. Но может и в другом месте. Стиль имперский стаут, третий образец. Понеслась. Первое, что мы оценим, это цвет. Ну, цвет, если видно хорошо. Цвет у нас неплох. Прозрачно всё равно чуть-чуть есть, но очень неплох. Сейчас такой, ну, на этом закончим. Ну, на этом закончим. Карбонизанец тоже, кстати, видите, очень даже неплохая. Например, второй вариант, но вообще карбонизанца нет. Так, у нас аромат. Ну, аромат... Ну, давай. Аромат... Сухофрук. Нифига подобного, кстати. Гикая побочка, кстати, ребята. Гикая побочка? Гикая. Что за маргарина на салат? Не, овоща. Щи? Овощи, я бы даже сказал. Как-то начал комментарии и сразу начинаю критиковать. Ну, аромат не хантанского. Пробуем вкус. Жонки никакой. Горечи, наверное. Больше кислинки. Больше кислинки. Вкус жареного сахара. Карамель зенерованый сахар, скажем так. Карамель зенерованый сахар, скажем так. Потому что вы хотите уже 10-я категория. Средничок, друзья. Средничок, причем, скажем так, не в плюс. Пить можно. Из 10-ти, ну, ставлю, наверное, шестерку. Как скажешь. Спасибо. Цвет пока шоу идеальный. Запад. О! Амок. Такой дикий чернослив вообще. Такой, наверное, просто дикий-дикий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со всей Украины, от Ивана Франковска до Харьковской области, из Винницы, до Одессы, Херсона, отовсюду приехали пивовары, попробовали. Сколько? Сколько попробовали? 150 где-то образцов пива. 13 счастливых категорий. Идем дальше. И бронза. Регустатор мёда где здесь? Приехал уже. Как приехал? Компания. Компания. Харьковская зерновая кубоварня. Наутилась. Приехал. Пива, спел, наутилась. Поздравляю. Поздравляю ваши фото. По организаторам есть. Что можно иметь? Алисей, я думаю, они же не помогут ли кто сразу будет ходить в программу. Поэтому я думаю, что можно будет подходить к победителям. Поздравляю, пожалуйста. Доезжаем до Героев Руда. Её пшеничная бронза, да, сейчас будет? И бронза. Ханни Лемонтейн, Харьковская Зерноварова Варния. Харьковская Зерноварова Варния, Ханни Лемонтейн. Британничка. Тоже очень сложная категория. Много её судили, пересудили, устраивали консилиумы. И вот результат. Спасибо. Спасибо вам. Поздравляем. Спасибо. Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok